Вдвое сократили дефицит и увеличили доход. Одним из вопросов заседания было изменение бюджета Челябинска. Городская казна пополнилась почти на 647 миллионов рублей. Часть из них это межбюджетные трансферты, их немного совсем. Остальная часть это дополнительные доходы, которые пришли в муниципальный бюджет. За счет этого нам удалось в том числе выполнить обязательства перед муниципальными учреждениями увеличить фонд оплаты труда на 4% с 1 октября по всем подведомственным учреждениям, которые находятся под юрисдикцией администрации города. Публичные слушания по проекту бюджета города состоятся в начале декабря. Кроме этого на заседании городской думы рассмотрели новое назначение. В Челябинске определили нового руководителя контрольно-счетной палаты. Пост заняла Ирина Кузнецова, которая ранее была председателем комитета финансов. Сфера деятельности действительно другая, это контроль. Поэтому да, готова. Я надеюсь, что все-таки мой опыт в финансовой сфере, он поможет реализовать те задачи, которые поставлены перед контрольным органом. Большая часть вопросов была принята заочным голосованием. В основном они касались проектов инициативного бюджетирования. Это благоустройство придомовых территорий, строительство спортивных площадок и детских городков. 517 миллионов рублей на 2023 год запланировано на реализацию инициативных проектов. Но вот инициатива граждан в настоящее время связана прежде всего с вопросами благоустройства. Также депутаты рассмотрели вопрос об изменении платы за содержание жилых помещений. Повышение связано с индексацией цен на услуги ЖКХ. Дмитрий Бачко, Венера Каримова и Сергей Гульбинович. 31 канал.